В Кремле они обсуждают введение QR-кода На транспорте и в целом усиление антиковидных ограничений на федеральном уровне Это относится к компетенции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Ранее введение системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте Сообщили власти Татарстана Эти меры начнут действовать через две недели Власти Хабаровского края решили с декабря ввести проверку QR-кодов В здании международного аэропорта и при продаже билетов А на Камчатке с 23 ноября планируют введение системы QR-кодов Как для межмуниципальных перевозок наземным транспортом, так и для авиасообщения Один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов Обяжет сотрудников докладывать о служебных романах Медиагруппа Аксель Шпрингер хочет потребовать от своих почти 16 тысяч сотрудников Сообщать об интимных связях между менеджерами и подчиненными Как пишет Financial Times, это следствие громкого скандала с увольнением главного редактора таблоида Бильд За связь с сотрудницами их продвижения по карьерной лестнице Подобное решение принимается впервые за 75 лет существования Аксель Шпрингер В Москве в связи с предстоящим похолоданием усилит работу системы отопления Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков По его словам, сейчас в магистральных сетях температура теплоносителя составляет 87-89 градусов Цельсия Задания менять режим системы отопления выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды А по прогнозу гидрометцентра, предстоящей ночью в Москве может подборозить до минус 5 градусов Польская бригада арбитров в главе с Даниэлем Стефанский будет обслуживать матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу между сборными России и Кипра Который пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало в 20 часов по Москве В ближайших выпусках суд отменил домашний арест Ректор Шаненки отправил Сергея Зуева в СИЗО Власти Москвы в конце недели примут решение, ужесточать ли антиковидные ограничения Хави провел первую тренировку на посту главного тренера Барселоны Подробнее об этих и других событиях в новостях Спасибо, Оля, загруженность дорог 5 баллов В Москве сейчас минус 1, из-за ветра кажется, что прохладнее Представящей ночью 5 градусов мороза, завтра такой же сухой и солнечный день В среду минус 1, плюс 1 С четверга погода изменится, немного потеплеет, плюс 3, плюс 4 Но при этом будет хмуро и дождь со снегом А прямо сейчас вы можете переходить на YouTube-канал Серебряного дождя А мы начинаем программу «Усы, лапы, хвост» Программа выходит при поддержке компании «Роял Канин» и ветеринарной клиники «Ветеритория» Главное для нас – это здоровье и истинные потребности домашних питомцев Усы Лапы Хвост Наша еженедельная программа «Усы, лапы, хвост» Все про животных, про здоровье животных, про наши отношения и их отношения к нам Как всегда, Александра Пьянова, ветеринарный врач клиники «Ветеритория» Саша, привет! Привет! И Ярослав Рюмин, научный директор по коммуникациям «Роял Канин» Ветеринарный врач Ярослав, привет! Привет! Я тебя не вижу из-за большого монитора, но надеюсь, что на YouTube-канале все хорошо Заходите, пожалуйста, и смотрите Вчера пришла ко мне идея поговорить о сне животных И самое главное... Внезапное Внезапное, да, Саша И самое главное, как наш сон скоординировать сосном животных Это вечная боль владельцев кошек, я так подозреваю Нет, еще, кстати, владельцев собак Потому что, когда выходной день, первый снег или самая большая слякоть Прямо, да, сказать, что ты рвешься на улицу Прогуляться Нельзя сказать Но, кроме этого, мы хотим вообще поговорить о том, что такое сон животного Сколько спят животные, сколько им надо спать Есть ли норма или нет Как выглядят сны... Сны, кстати, тоже хороший вопрос Как выглядят сны, ну, это мы вряд ли узнаем А почему он шевелит лапами либо усами? Это значит вообще что-то... Да, мы можем рассуждать, да Но вероятнее всего им снятся сны, конечно Мы же все видели подергивание у собак Они там подвывают во сне Догоняют кого-то Догоняют кого-то, да Кошки тоже Поэтому с величайшей долей вероятности у них есть сны Но, естественно, никто не проводил никаких исследований И не подключался к исследованиям головного мозга у животных Поэтому, ну, может быть, они и проводились, наверное, я так скажу Я лично их не читала и не искала целенаправленно, да Поэтому не могу сказать Вот есть какая-то достоверная информация, подтвержденная, да Но очевидно, конечно, что снятся Потому что мы все с вами этому свидетели То есть мы можем предположить, что у кота все-таки есть какой-то примитивный сон Какой-то косточки, еды там, вот это вот Непонятно, подергивание лапой Это про удовольствие или наоборот Что-то происходит такое сложное с котом? Я могу добавить, что, ну, естественно, мы... С собаками и кошками нельзя сделать опрос, да Что вы видели, а где вы были, куда метали Поставьте галочку, да, или нет Да, вы видели там плохой, хороший сон Но в целом, вот, ну, взяв томограф, наверное, да Можно активность мозга просто увидеть Да, 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 это фаз То, что у них же там высшая нервная деятельность Да, собственно, у них как бы очень хорошо развит головной мозг Поэтому... Фазы глубокого сна там, да, вот все так же, как и у человека Ну, возвращаясь к фактам, все-таки Тех фаз сна, которые есть у человека У них вроде бы как нет А давай, Саша, напомним, какие фазы сна у человека А какие у животного? Ну, поверхностный глубокий сон, то есть по-разному там Погружается в сон головной мозг, но он все равно все держит под контролем А вот животные как раз, Ярослав расскажет про это А, ну да Очень интересный факт В принципе, у кошек, ну, тут скорее, да, больше про физиологические данные То, что у кошки температура тела, например, в отличие от собаки или человека В момент сна она не понижается Она остается примерно на том же уровне И, ну, объясняется это тем, что кошка может в любой момент Как истинный хищник Всегда готова к нападению, всегда готова к охоте И, возвращаясь к теме вообще сна Я лично очень страдаю от того, что мой бенгал постоянно Ой, не говори мне, пожалуйста Еще с таким характером начинает Высыпается и ровно в 12 начинает Я все жду, когда же вот это вот Наши фазы сна наконец-то придут Совпадут А я счастливец Мой кот спит со мной Столько, сколько хочу Как тебе удалось? Как вам это удалось? Расскажи, ну, правда, как синхронизировать Своим авторитетом Я его убедила, не знаю То есть ты диктатор, ты подавила его Да-да-да, практически Нет, он, собственно Природный инстинкт подавлен у кошки Изначально Изначально было такое, да Еще со времени котенка Я не могу сказать, что я там усиленно с ним играла по вечерам Как-то вообще Я ничего для этого не делала Ну, то есть он ложится Он просто очень Человекоориентирован Ну, то есть Социален Если все спят Ему, в общем, тоже не очень интересно Я могу порассуждать Можно? Давай, давай, конечно Для этого мы и собрались Примерно так же, как и в несезонной линько Которая у домашних кошек возникает Из-за, ну, скажем так То, что они находятся в доме В тепле Они не чувствуют смены Сезонов Да, то идет постоянно линько Вот здесь, может быть, то же самое Если горит свет Какие-то кошки адаптируются к нему И у них постепенно адаптируются к ритму жизни Кормлению Сну хозяев И вот, в принципе, попадают вот в эту струю У меня просто, видимо, пока она еще Еще не попала То это как раз Вот это вот больше привязанность И ориентация на человека Мне так кажется Да, да, я про это и говорю Про то, что, ну, действительно Потому что если Как только ты просыпаешься И куда ты идешь Он заскакивает моментально с кровати Это верно Да, и если, например, я там вернулась в кровать И мы там валяемся и смотрим кино Он точно так же возвращается в кровать И вместе с нами валяется Но в природе В истинной природе Это нетипично Нетипично, да Активность у кошек, как правило, на рассвете И в сумерках, то есть вечером И поохотиться, чтобы Поохотиться, да Когда те животные, на которых они охотятся У них также в это время Наибольшая активность Мыши там и так далее И, соответственно, у кошек Все синхронизировано Все происходит, да Хочу обратиться к нашим слушателям Звоните и задавайте свои вопросы Связанные со сном И связанные с поведением Вот все-таки Как приучить собаку выходить Тогда, когда вам это надо А не тогда, когда она хочет Подожди, Саша Ну что за пессимизм вообще такой Подожди 730-101, код Москвы-495 Я тогда перефразирую вопрос А если вам это удалось То расскажите, как Когда вы живете в своем доме Открыли дверь и пустили собачку погулять То есть, хорошо Вот жители городов Поделитесь, как вы Синхронизировали свои графики С графиками ваших животных Как вам это удалось 730-101, код Москвы-495 Ярослав, ты сказал, что температура кота Во время сна не понижается А традиционно для тела кота Сколько градусов? Это хороший вопрос 38 градусов Да, 38-39 Чуть больше, чем у человека Ну, так сильно больше, чем у человека У собаки еще больше Ну, в смысле, для человека это уже прям так Я так прикинула Три градуса вроде бы С математической точки зрения Немного Так существенно И у собаки, например, да Действительно, это кошек же касается То, что они поверхностно спят И в любой момент готовы Ну, как бы проснуться И включиться вообще в жизнь Очень активно Потому что собаки У меня, во всяком случае, были, да Собаки, как можно хлопать дверьми И если он спит, то он спит Даже за лапу можно подергать Подергать, да, и не сразу просыпается Не всегда просыпается Ну, давайте попробуем поразмышлять Хочется, чтобы кот спал столько же, сколько и я, например Значит, устраиваем вечернюю зарядку Минут сорок Мы кота уматываем Я могу сказать, что так точно Скорее всего, не получится Если только вы не будете спать по 13-14 часов Потому что, в принципе, это норма для кошек Столько спят коты Ну, считается, что вот это норма Но другое дело, что у кошек она разбивается Вот не, как у нас, да, с вечера до утра А это может в течение всего дня быть Вот, когда кошка находится в состоянии того или иного сна Может быть, вам перестроится под ритм котов? Я уже стараюсь всячески Я уже просто по-любому И поэтому днём вы можете завалиться на диванчике И так сладко вздремнуть Нет, я когда вижу, когда это дремит на диванчике Я уже хочу на диванчик 730-101, кот Москвы-495 Сергей из Москвы пишет Здравствуйте, а у меня есть кот-обесинец Ему 7 месяцев И он пока что сосёт и грызёт свой хвост Вообще не прекращая Запреты не помогают Выстригания не помогают Что можно делать? Можно сходить к зоопсихологу Очень хороший повод посетить данного специалиста Потому что он нервничает То есть, для меня это сосательный рефлекс Который связан... Ну, он так справляется со стрессом На текущем этапе Почему стресс? Надо разобраться Чаще всего это очень обратимые вещи Но прям вот консультация зоопсихолога вас ждёт Надо обратить внимание Когда он начинает сосать этот хвост Что происходит? Не случайно же в этот момент он начинает делать Не факт Здесь, наверное, как раз поговорить с врачом будет полезнее Потому что доктор задаст очень правильные вопросы Которые не всегда у нас возникают Чтобы понять Потому что мы по-своему интерпретируем стресс И считаем, что вот это, возможно, его должно беспокоить А животное может беспокоить совершенно другие вещи Поэтому здесь доктор задаст те вопросы На которые нужно будет найти ответы Представляете, Сергей, вы приходите А хлеба не купили И ваш обесенец начинает сосать хвост Да что ж это такое? Опять хлеб не купил? Да, можно выводы сделать Лучше Так, Наташа пишет из Москвы Мне кажется, я уже синхронизировалась с режимом кота Это я подстраиваюсь под его график сна Я теперь встаю в 5 утра переучить Никак не получилось Хотя мы все испробовали Ну, вообще печальный опыт Неужели нельзя все-таки кота Как-то подстроить под свой график Методом ухищрений каких-то? Ну, здесь, наверное, можно посмотреть на вопрос глобально Мы кота зачем завели? Чтобы подстраивать его под себя Это отдельная сущность Отдельная личность И у него есть свои Ну, какие-то заложенные инстинкции Скажи, пожалуйста Личные границы Которые нужно соблюдать Это инстинкт Это что-то, что передается из поколения в поколение На протяжении многих веков Поэтому победить сложно Есть какие-то ухищрения Типа игр и заниманий кота Но если кот не хочет играть Он что делает? Он развернулся и ушел Практический совет могу дать сразу Давай, давай Как мои дети Вот у нас спор Вот вчера недавно был спор Так, кто будет играть с Дэей С моей кошкой Как раз, чтобы все нормально спали ночью Потому что иначе она высыпается и готова Поэтому играйте больше Это помогает Ну, это в смысле, что они утомляются Что в вашей жизни с котом? Игра! Вот это вот все Саша Ярослава А скажите, есть ли у котов заболевания, связанные со снами? Ну, как у людей, например, да? Какая-то стресс, напряжение И ты не можешь заснуть Бывает ли такое? Ну, не такое, как у людей, конечно Есть очень тревожный поверхностный сон Когда Чаще, наверное, это встречается у собак Например, самый яркий пример Когда была собака Родились дети И, например, это Однокомнатная квартира Собаке спрятаться физически Нет возможности И поэтому он постоянно находится В жутком напряжении И он постоянно на стороже И поэтому, пытаясь заснуть Он не спит И еще при этом он может Бродить за своим владельцем Ну, в смысле, там За мамой, папой Кого-то, кого он считает владельцем Потому что там он себя чувствует в безопасности Ну, потому что взрослый Его может защитить в том числе И это, ну, это патология Это проблема То есть собака полноценно не спит Она постоянно находится В состоянии такого В ожидании Что вот там сейчас прилетит в него игрушка Там, я не знаю Нога, рука Кто-то дернет за хвост И так далее Ну, вот такого, наверное Расстройства сна Как у человека У животных не регистрируется Ну, у них нет этих переживаний Глубинных Ну, и отследить их Достаточно сложно Но другое дело, что Различные нервные Заболевания Расстройства Они могут Заболевания нервной системы Нервной системы Могут приводить И вы можете Вот, Саша правильно говорит Спровоцировать их Если Постоянно тревожите И, как мы говорили У кошки, например Я опять к кошкам У них огромное количество времени Должно проходить в отдыхе То есть они 13-14 часов Они это дело проводят Да, иногда больше Все зависит от ситуации Они тратят огромное количество времени На охоту, игру Переживания в том числе Поэтому для них Обязательно должно быть место Где они могут Спокойно отдохнуть И привести в норму Нервную систему Любое изменение поведения Связано со сном Нам сложно это будет определить Нужно обращаться к ветврачу Потому что Всякие забавные Интересные Изменения поведения Которые часто можно Много раз говорили В ютюбе увидеть Как смешной котик Что-то делает не то Или собака На самом деле говорят О нарушениях нервной системы Причем очень серьезно Очень серьезно И из этого еще Делаем вывод Что если ваш кот Много спит Ничего страшного Он просто кот Это норма Это норма Да Были простые вопросы Вообще их жизнь сон Это охота 24 часа Всего 24 часа Он может 18 часов Из них спать Полноценно Нормально В рамках физиологической нормы Практически Как хорошо быть котом Елена из Санкт-Петербурга Здравствуйте У меня кошка Во время сна Периодически дергается телом Это вообще может что-то обозначать Ну что есть Наверное что-то снится Мы наверное больше ничего не придумаем Можем пофантазировать Еще о чем-нибудь Так у человека бывает В сдрагивании периодически Но если это какие-то судороги Очень серьезные Да проявляются не только подрагиванием Но чем-то еще И чаще проходят все-таки в сознании С потерей Сергей из Москвы пишет Спасибо Пошел за хлебушком И заодно поищу психолога Не ищите ее В хлебном магазине За психолога За психолога Приходите к нам на онлайн-консультацию Это Ветклиника территория Если что Так А часто встречающийся вопрос Добрый вечер Почему все-таки кошки Дергают лапами во сне Да вот непонятно Ну ровно да Потому что Наверное Что-то им там снится Радостное А у нас Пишет Анастасия из Вологды Кошка очень органично Вписалась в наш график Спит когда и мы Не будет Когда встает по своим делам В 5 утра Но стоит забыть Положить перед сном корм И в 5 утра Тогда начинаются танцы Вокруг кровати С целью нас разбудить А вот это вот история Опять же про еду У кошки еда должна быть Постоянно в мисочке Но кошка ест Очень часто Небольшими порциями То есть для нее характерно Как раз в пищевом поведении Это часто подходить К миске Где есть еда И маленькими порциями Кушать То есть на ночь Оставляете еду И возможно вас не разбудят Это определенно Вообще Потому что Нет Есть Я знаю У нас есть владельцы У которых коты Кушают строку по расписанию Но это скорее Из ряда вон Выходящее Исключение Чем норма И в целом Не физиологично Опять-таки Для данного вида Животных Согласен полностью Но хочу тоже Исключение маленькое Это как раз Некоторые кошки Которые Для них Это целый процесс Даже если Находится корм в миске Они не то что Настаивают Просто 2-3 Кракеты туда бросить Это процесс Они мурчат Вокруг хозяина Идут То есть это целый ритуал У меня так выстроилась Кошка Она видит Что еда есть Но ей хочется Вот именно Внимание И любви Это правда Прям 1-2 горошинки И в общем Процесс запустился А собака У нас есть По расписанию Да Собака есть По расписанию Да Потому что У собаки Это еще сопряжено С прогулками Особенно если Это средний Крупный пород Собак Здесь принципиально Что мы там Ни в коем случае Не едим до прогулки А если это В свободном доступе То проконтролировать Это сложно Потому что Ну у них Сопряжены Там свои проблемы С этим Поэтому собаки Да Срого по расписанию И здесь Конечно Так же Как и у людей Кстати Если у вас Есть возможность Кормить животное 3-4 раза в день Это лучше Чем 2 Ну а 1 Даже не обсуждается Раз в сутки Есть нельзя Никому Какова периодичность Приемов пищи У собаки Сколько часов Должно проходить 6-8 часов Это нормальный Процесс пищеварения Именно поэтому В дневной Период Да То есть В световой день Скажем так Мы стараемся Покормить Не меньше Чем 2 раза Это прям Минимум 2 приема пищи В идеале Это 3-4 2 Да Ну потому что Есть мнение При том что Это к сожалению И среди врачей Есть целый Да Можно дальше пойти Есть гигантские породы У которых Например Просто 1 раз Это огромный Особенно если Это натуральный рацион Это большой объем Его нужно Очень высокий риск Разбития Риск Заврата Желудка Лучше разбивать Эту дозировку Так что здесь Много Таких вот Долгоиграющих Причин Егор из Москвы Пишет Я пытался с котом Соревноваться И спать по 17 часов Не смог Кот молил Что я слабак Егор Надеюсь Вы не потеряли Уважение Кота Хотя бы Так Моей кошке 10 лет Месяц назад Был переезд И сейчас Кошка В общем Постоянно чешется И очень лезет шерсть Подскажите пожалуйста На что обратите внимание Елена Сонка-Петербург Ну номером 1 Обработать отблох Это вне зависимости От того Что вы по этому поводу думаете В каком престижном районе Вы живете На какой высоте Этажности Ваш дом И так далее Обязательно Обработать отблох В самую первую очередь После этого Если Ну двукратная обработка Должна быть Если ничего не меняется То мы идем К дерматологу Потому что здесь уже Наверное Других вариантов Вот так Чтобы можно было Помочь удаленно Нет Потому что нужно Разбираться Тогда в чем причина Сергей У меня вопрос Про еду У меня кошки Наеденуши И они могут съедать Без ограничений Все Прямо до упора До остатка Как быть в этом случае Оставлять еды Или все-таки Как-то расписание Придерживаться Да это конечно У них тяжелая Тяжелая штука Предыдущий период А это результат Травмы такой Ну Что не было еды Не было еды Да и когда она у тебя есть Ее нужно съесть Все и сразу Потому что неизвестно Когда будет следующее Нет вообще непонятно Когда будет следующее То есть Ну видимо были Долгие периоды голодания Для кошек Голодание вообще Ночит критический характер Да и запускает Больше суток Уже Болезнь запускает Да Так называемые Заболевания Одномоментные И поджелудочные Печни Наверное попытаться Пока кормить Дробно По возможности Насколько можно Часто Да Ну то есть Это тоже Условно если человек работает И может это сделать Только два раза в день Ну здесь тогда Мы оставляем Какой-то объем еды На период вашего ухода Если Есть кто-то дома Кто может Подсыпать еду Более часто И более маленькими порциями То лучше это делать Конечно Кормушка Вот Только хотела сказать Как ты к кормушке относишься Автоматическая кормушка Отлично отношусь Просто Есть еще кошки Которые ею не пользуются Тоже нужно учитывать То есть кошка может там И тут еще несколько разломают Да Ну либо победить кормушку Вот Но в целом Это отличный вариант Потому что Это дозированные порции Кошка никогда не будет голодной Ну и через какое-то время Есть шанс Что все-таки Свыкнется с тем Что наступила нормальная Хорошая Вкусная И питательная жизнь Наконец-то Можно Да не волноваться А кстати про травму кошки Ну допустим действительно Котята голодали Были на улице А затем все доедают до конца Через какое время Эта травма проходит Она может вообще никогда не пройти Это как люди Пережившие войну И вроде бы Был небольшой промежуток В их жизни Но на всю жизнь Это Ну это просто непобедимо Да может это пройти Ну да Здесь можно Не угадать Мне кажется Можно не упираться в это Если все срастется С автоматической кормушкой Ну пусть будет так Добрый день Мы спасли кота Из подвала Была операция Капельница Стационар Кот молодой Три года забрали домой От дома У нас Джек Рассел Сначала собака ругалась Теперь на кота Не обращают внимание Только если ревнует Периодически А кот начал на нее Кстати нападать И пить из ее миски Живут уже месяц Скажите Свыкнутся 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 Если месяц живут И в целом уже там Пришли в какое-то равновесие То совершенно точно Да Каждый займет свою нишу Для кошки Повторюсь Важен доступ Свободный к ресурсам Еды И любви Хозяина Поэтому эпизоды Ревности Возможно В общем Они нормальные Я бы даже сказала Да просто нужно там Уделять внимание Тому и другому И конечно Чтобы у них была Возможность занять Каждому свою там Лежанку И у кота Какая-то поверхность Наверху Вот я хотел добавить Что может быть Они в пространстве Немножко распределились бы Да соответственно У собаки внизу А у кошки была возможность Походить Какой-то домик был В принципе тогда И нападения бы прекратились Но тоже зависит от того Какие это нападения Может быть кот играет Да Потому что у меня Например кот собак И у них вообще Свои правила есть Да Они прям провоцируют Друг друга Из-за угла Из разных комнат Там целое вообще Действие Вообще просто там При этом кто-то первый Начинает Обычно такой заводила Второй его там Как-то подзывает Ну это прям целая история И да Если например Квартира маленькая И нет возможности Там поставить Вот этот вот Кошачий домик То это можно сделать На стене Сейчас очень много Компаний Которые это делают Там две полосочки На стене И у кота уже есть Возможность Там где-то попрыгать Плевать сверху на собаку Задевать вас по голове Когда вы проходите На тебя В общем разведите пространство Чтобы у каждого Был свой уголок Екатерина из Москвы Коту 11 лет И мы никак не можем Его похудеть Он весит 6 килограмм Ведь врач сказал Что надо 500 грамм Хотя бы снизить Кормим по норме Корм диетический Но он все время Клянчит еду И если дать много Все равно слопает Что посоветуйте? Включить активность Дисциплину Да Здесь же ничего Абсолютно нового нет Все точно так же Как и у нас Ответ прямо в вопросе Зашид Что если клянчит много То И вы даете Потому что вы знаете Что он все равно все съест Есть слабое звено И кот всегда точно знает Кто это Вообще Это как дети Они всегда знают Кому идти Чтобы что-то попросить И диетического корма Мне побольше Как говорится Двойную или тройную дозировку Диетический Двойную порцию Двойные виски Поэтому Можно Я на диете Можно еще посмотреть Какой-то другой корм Есть там С программой Снижения веса А есть там Для проблем с желудочно-кишечным трактом Которые тоже Это разные корма Разные корма Да А есть просто профилактические Которые продаются Например В зоомагазине А есть лечебные Которые уже борются Непосредственно с ожирением И вот профилактические Может и помочь Если уже есть лишний вес Ну и повторюсь Включить активность Нужно играть с котом И как-то чуть-чуть Его растормошить Здравствуйте А как часто котов Проверять на гельминтов И как человек И как человек У себя проверять В связи с тем Что у него живет котик Ну человека Можно проверить Только по анализу крови Анализ кала Ни у человека Ни у животных Не носит Информативный характер Ну По определению Короче Это факт Можешь профилактировать Да Здесь важно профилактировать Причем Нужно помнить о том Что теми гельминтами Которые опасны И для человека Кот заражается И собака Только через блоху Поэтому если вы Обрабатываете От эктопаразитов В том числе Вероятность Снижается И мне кажется Профилактика Здесь решится 100% 200% 1000% Вообще Всего Поэтому своевременные Обработки от блох И глистов Вообще Закрыли этот вопрос Назовсем К тому же Она связана тесно С вакцинацией Которая тоже Должна проходить Регулярно Ну вот и все Раз в год И не надо их В принципе Пропускать просто Не надо Исследовать на это Раз в год И у вашего кота QR-код к миске С едой Нет QR-кода Не ешь И сочинять Не нужных анализов Павел спрашивает А с котом Можно ты спать В одной кровати Ну возможно Опять вопрос Связан с глиботом У вас есть выбор У вас скорее всего Выбор небогатый Скажу выбора нет Потому что Меня мой просто Выжил из кровати Я не знаю Как ему это удалось Но большая часть Уже захвачена То есть это я реально Подстраиваюсь Как-то клеть Чтобы ему не мешать Серьезно Это просто невозможно Ну и плюс мы помним Мы с вами беседовали Как-то в какой-то программе О том что это очень положительно Сказывается на ваш сон От того что котик Мягкий, теплый, урчащий Лежит рядом с вами Так Расскажите пожалуйста Про зубной камень у кота Насколько это серьезно И как быстро нужно реагировать И чистить камень И от чего он образуется Во-первых я скажу сразу Что у нас была такая программа Про стоматологию Поэтому найдите Серебряный дождь У селопа хвоста Стоматология И там мы много чего Говорили на эту тему Но если кратко Если кратко То как только вы это заметили Нужно обратиться к стоматологу Потому что за зубным камнем Особенно у кошек Очень много резербированных зубов Которые очень сильно болят Беспокоят И это все приводит Потом к тоталям Расшифруй Саш Резерб Ну Зуб такой в эрозиях Становится Вся поверхность Его особенно в области шейки Это больно Ну так же как у человека Оголенная шейка Это всегда больно И это приводит В дальнейшем к удалению зубов Поэтому К отказу от корма Например Это самая распространенная Больно жевать Да Это не сразу заметно Поэтому лучше конечно Показаться доктору Если нужно почистить Зубной камень Сделать это сразу Делается это Под седацией Повторюсь Не надо этого бояться Вообще все на текущий момент Совершенно на другом уровне Происходит Поэтому идите к доктору И сделайте все правильно И пересмотрите подробнее Наши программы На ютуб канале Там было много Насчет стоматологии Юрий из Нижнего Новгорода Беда у Юрия У него британец Он категорически Не спит с людьми Юрий спрашивает Это вообще нормально? Да Конечно Ну имеет право В конце концов Он так решил У него наверняка Есть какое-то уютное Чудесное место В котором ему Гораздо лучше Может быть не нравится Ваша кровать Да поменяйте кровать Поменяйте кровать Юрий И все будет хорошо Мы говорили в этой программе Сегодня про сон животного И как совмещать ритмы животного С нашими ритмами И я попрощаюсь с вами До вторника Александра Пьянова Клиника Вет территория Ярослава Рюмин Роял Канин И тоже ветеринарные врачи Мы надеемся Что в следующей программе К нам все-таки придет Антон Долин И на час мы поговорим О животных в кинематографе Круто Спасибо До свидания До следующей встречи А программу можно пересмотреть На ютуб канале Программа выходит При поддержке компании Роял Канин И ветеринарной клиники Вет территория Главное для нас Это здоровье И истинные потребности Домашних питомцев Редактор субтитров А.Семкин